Первое, это мужчина должен знать свою цель в жизни. Без этого мужчина не состоится как мужчина. Он будет никто и звать его никак. Свою цель в жизни он должен знать. Свою дневную великую миссию. Это первое. Второе, что должен мужчина. Он должен обладать бесстрашием. Ну, сами поймите, если мужчина трусливый, какую миссию может быть? Забьется где-то вообще под кровать и все. А самое главное, что женщина не чувствует себя защищенной рядом с таким мужчиной. То есть мужчина должен быть бесстрашным. И третье качество мужчины, это щедрость. А в этом конце тоже придем, в конце лица, когда мы тоже подойдем. То есть он должен быть щедр. А вот женщина, все наоборот, да, женщина может быть прижимистая. Это нормально для нее. Потому что она материальная, в любом случае. И она должна все к себе, все собирать. И если для женщины это нормально, то когда мышечина прижимится, то мы просто останемся жматом. Если он жадничает для себя, вот если он жадничает для других, это нормально. Если он жадничает, допустим, для своего народа, это уже великий человек. А если для всех людей, то это вообще величайшая личность. А если только для себя, то это жмута. Что касается женщины, ей для счастья нужно всего лишь научиться исполнять три роли. Она должна научиться быть матери. Потому что у мужчины бывает неудачи в жизни. Вспомните, как вышли с Табута, и с мамой вас падает, что пришла, пожалела, и все прошло. Поддержка нужна. И вот в этом случае женщина исполняет роль матери. Не женщина, а жена. Она должна исполнять роль сестры, которая не требовательна в отношениях. Ну, она радуется всему, что дает брат. Ну, зачастую мужчины бывают невнимательны и могут как бы где-то, ну, не оказать должного внимания своей половинке. И женщина должна спокойно это воспринимать. Ну, понимать. Да, ну вот это такое. Понимать может сестра. Потому что в сетре ничего не нужно. И достаточно, что есть брат, и слава богу. Я нам же от этого счастлива. Женщина должна научиться быть ребенком. Дочерь. В каком плане? Мужчина иногда, когда у него вот это вот чувство, у него укубается, разум отключается, и он подает в гнев. Начинает чековать, не поделать. И в гневе он, конечно, может много беда наделать. Потому что у него бульдозер хоть и не быстро ездит, но очень мощный. И гнев ему, конечно, очень мощный. Зачастую мужчины в гневе делают такие вещи, о которых потом они раскаиваются. Говорят, тут планка упала, ничего не было. И женщина в том случае должна сказать, да, любви, все, я понял, да, все, прости, все, все хорошо. То есть она как маленький ребенок, когда ее наказывают, да, в свою дочь. Она говорит, да, больше не будем. Все, простите, больше не будем. Вот. И жена в этом случае должна для того, чтобы это по осенению. уметь быть еще и дочерью. Жена должна быть другом. А в дружбе, вы знаете, в чем разница дружба от всего остального? Других взаимоотношений? Бескорыстнее. Но еще и самое главное это радость. В дружбе вы равны с другом. Ни кто из вас не выше, не ниже. Дружба именно вот на том и строится, что вы равны. Как только кто-то становится выше, это уже не дружба. Это уже действительно какие-то зависимые отношения. А в дружбе вы равны. И вот жена с мужем они должны быть как друзья. Они должны тоже иметь быть равны. интересы общие, да? Это интересы общие, да. Это то, что он скрепляет. Это мы курвы для любви. Потому что там это все это относительно и пути нет. И теперь пятая ипостасть тема должна быть любовницей. То есть решать те вопросы, которые предназначены каждому полу. В том числе и для продолжения слова. Вот эти пять ипостася. У мужчины три, у женщины пять. Вот. Этот тот дает гармонию счастья в семейной жизни. Если чего-то не будет, ну а чего-то все равно не будет, это то, что мы должны себе сами посмотреть и открыть. И у мужчины может быть не хватать какой-то ответственности для высшей цели. и без стража может не хватать, и он над этим должен работать. То есть в принципе есть куда совершенствоваться каждому. Но в принципе я рассказал то, что делает как бы взаимоотношения более-менее гармоничными. конечно это не отвечает вопросом зачем и почему. Потому что если даже задаться вопросом а можно ли одному прожить? Да в принципе можно прожить одному. Мужчине прожить одному легче, женщине одной прожить сложнее. Особенно как бы можно в одиночку жить вот можно сказать лет до 50. Можно протянуть и более-менее. И примеры таких есть. Тьма. Именно они эти примеры сегодня выставляются за образец и говорят посмотрите в одиночку живут и какие счастливые. Им ничего не нужно. Они свободны. Правда свободны от чего? От обязанности. и самое главное они свободны от совершенства. И они свободны в выборе своих удовольствиях, что является целью жизни. Потому что здесь есть некая улобка. Потому что сегодня для того, чтобы немножко как бы увести людей вот эти темные силы, темные боги, которые нас куда-то пытаются увлечь через культуру, которая сегодня насаждается. Они выставляют главные ценности не цель жизни и смысл жизни для мужчин, а деньги и секс. Это то, что сегодня является главным на повестке дня. И все за этим тянутся. То есть все понимают без денег не решишь никакого вопроса. А деньги для того, чтобы получать удовольствие не от жизни, мне нужны деньги. И вот люди зарабатывают деньги и тратят их на удовольствие. Все, в этом смысл жизни. Где здесь великая цель, где великая миссия, ее там нет. Без этой великой цели мужчины слабеют. Они становятся слабыми. Ну, казалось бы, слабыми и слабыми, ладно, что там такого. Но если они создают семью, то эти семьи недолговечны. Потому что слабый мужчина никому не нужен. Но с женщинами происходит та же картинка, между прочим. Они тоже увлечены вот этими целями. Деньги и чувственное удовольствие. и соответственно они тоже пытаются подражать, встать на однополый путь. То есть и мужчине этим увлекаются, и женщине. И вот теперь каждый в этом пути движется к достижению денег и удовольствия. И все. Конкурирует. Ну, конкурирует, это понятное дело. Это же война. Кстати, о войне полов, если так, то как просто как картинку я могу зачитать только несколько взглядов на эту тему. Первый взгляд мужской. Ну, с точки зрения мужского шеи. Хотя посмотрите, вот сейчас тоже интересно, вот сейчас вот эту единичку и девятку мы сейчас увидим. Посмотрите, женщины носят чулки и колготки и равнодушны к вопросам культуры. 20% из них идиотки, 30% набитые туры, 40% из них психопатки, в сумме нам это дает 90%. 10% именем в остатке, да и из этих то выбрать непросто. Представляете, такой кирпич в обороте женщины. Ну, женщины в долгу не остаются, они никогда в долгу не остаются. И они, соответственно, отвечают. Носят мужчины усы и бородки и обсуждают проблему любые. 20% из них голубые, 40% любители водки, 30% из них импотенты, у 10-ти с головой не в порядке, в сумме нам это дает 100% и ничего не имеем в остатке. Вот так вот. Два кирпича плана. Ну, то есть, если там скажем 90%, женщина усугубила вопрос. Ну, тут нашелся еще один, типа, здравомыслящий мужчина, говорит, давайте дружить. Я отвечаю, ну, по тем же процентам, да, мужчина написал проценты, женщина прошлась практически по тем же процентам. И вот сейчас эти же проценты повторяются теперь. Предлагает, ну, я вдруг жвачку. 40% из тех, кто в колготках, неравнодушны к любителям водки. Любят порой голубых психопатки, правда, у них с головой не в порядке. Дуры всегда и патентов жалели, а идиоток придурки хотели. В сумме, конечно же, нас 100% дур, идиоток, козлов и патентов. Ну, то есть, как бы, некое подытоживание. То есть, представляете, вот оно, взаимоотношения мужского и женского пола. То есть, это говорит о той войне, которая сегодня развязана. Идет она, в принципе, не на жизнь, а на смену. Хотя, если так разобраться, то не все так просто. Да, у нас, у каждого есть свои особенности. Так как, ну, давайте немножко про семейную жизнь. Потом, как бы, вернемся к тому, зачем это все нужно сегодня. Семейная жизнь. Итак, так как у мужчины все-таки работает все это порочие, либо чувства, либо разное. Ну, два по ушам. То, соответственно, мужчины часто захватывают эти чувства. Ну, вспомните себя, если вы влюблялись, то вы забывали про все население. Вот все. Все. Вообще все. И вас там родители пытались образовывать, ты чего? Там, учеба, или работа, или карьера, или еще какие-то важные дела пытались в разум привести. Очень сложно. И могли потом вернуть в разум. У женщины сидит все в порядке. У нее сразу чувство разум, она все контролирует, она чувствует разум, она все понимает. Если что-то не так, она сразу чувствует, что-то изменилось. Меня не любят. Но если меня не любят, то уж поймите, это вот это. Меня не любят. Вот это же. Поэтому это все. Жизнь кончилась, жизнь удалась. Ну вот. Мужчине нужно всегда подтверждать, что он ее любит. Мужчина увлекается работой. Вот если работа, все, он забыл про все. У него работа, и все. Женщина звонит любимой, пора домой, у нас дети, семья, все. А, да, и вот все отключились. Разум включился, да, действительно, дети, все надо, а вот долг обязанность. Все, поехал домой. Дома, тут опять все чувства, все, дети, все, семья, все, все. Жена говорит, так, любимой, пора спать. Завтра на работу. Ах, да, Все, опять включился, все спать. Утром она ему будет, пора на работу, на работу. У него опять разум включил, точно на работу. Все, пошли, на работу. Она, он позволяет ей управлять этим рубинником. Почему? Потому что у нее все время вместе все работает. Она не забывает. Единственное, что, вот когда женщина выходит из бельевок, то сама она с собой ничего поделать не может. и ей нужны ограничения. И эти ограничения она сама на себя накладывает, для того, чтобы ей легче было в этой жизни жить. И поэтому женщины очень четко выполняют все инструкции. на работе, на работе, в школе, везде. Вспомните, кто себя хорошо в школе ведет? Девочки. Да? Да? Все. Отлично, все красиво, все. Она себя сдерживает, потому что, если дать полю вот этим всем чувствам, они разорвут все, и ее в том числе. если она на работе, ей в руках обязанности, вот она по буквам будет выполнять. Вот самый строгий вахтер, это женщина, казаки даже отдыхают. Вот. То есть, она скажет, не положено, и все. Вот не положено. Потому что она четко понимает, почему не положено, что дальше ей за этим, вот не положено. Если она чуть-чуть отступит от этой буквы, то я с работы уволен, она не сможет прокормить детей, она просто погибнет. Потеряет работу. А мужчина нет. Мужчина просто. У него так далеко он не мыслит такой. Он просто говорит, и кто не видит, нет? Ну и что. А что, кто видел? Нет, не было ничего. Нет, все спокойно. Все у него, все нормально, все равно. Ну и что, ну написано, какой-то дурак написал. Я же и писал. Я бы такого не написал. Ну какой-то дурак. Чиновник, правда, уже там повыше рад, нам всех воспитывают очень, они там уже за ними смотрят, потому что тоже понимают. Так, буква закона. Так, буква закона, нельзя. Нельзя, если очень хочется, то можно, я поделюсь за бур, чтобы ты тоже не спросил меня, что я там сделал. И они все друг друга начинают делиться. И это тоже система как бы нормальная, но можно. Женщины сложнее. Самые строгие судьи женщины. Они не знают из картинок. Они самые строгие. Почему? Вот вспомните стишок, да, вот там, мужчины сказали 90, а женщины сразу 100. Они подняли плату. Обязательно подняли. А эти объясняют, а это же культура наша. Это вот авромиссийские религии. Вспомните первую, как бы, сразу, как бы, историю о взаимоотношениях от Анатасиева. Когда Бог им сказал, ну вы здесь вот живите. Самое главное, не ешьте плодов с дерева познания добра и зла. А тут змеи пришли соблазнять деву. Она спрашивает, а чего он там Бог-то запретил? Бог нам запретил даже подходить и прикасаться к дереву познания добра и зла. Видели? Она вдвое увеличила запрет тот, который был наложен Богом. Для чего? Она на себя наложила вот такое ограничение, чтобы, не дай Бог, не переступить больше. И точно так же и здесь, если женщина судья, то она вдвое будет строже относиться к подождите. нельзя же, как же могли. Нет, за это ты должен так пострадать, я наказываю, ты был наказан, чтобы и внукам заказать, если они у тебя будут гадать. Ну, кроме того, что-то другим так вообще неповадно было. И если мы строже тебя накажем, даже в два раза больше, чем ты заслужишь, то другие задумаются. Вот такая луга. поэтому в школе у нас все учителя, женщины, потому что они строго выполняют предписания. Поэтому когда изменился вектор в образовательном процессе, когда убрали творчество из образования, тогда убрали, мужчины сами убрались, их сдуло, туда едем. Потому что мужчина, как история, непонятная история, я сам по ним помню, что рассказывал. Каждый историк рассказал свою историю. Ну, сколько историков было, столько историков. Ну, где-то там гнус-минус. Ну, то есть что-то вы сами мужчины для себя не дадут мне соврать. Вы сами всегда занимаетесь тем, чему влечет ваша душа, что вам интересно. Вот чем вы на данный момент увлекаетесь, то у вас волкутности, о том говорите с другими, вы пытаетесь там все рассказать другим, поделиться. Именно эти. Вот точно так же тот же историк будет рассказывать именно то, чему увлекается. Вот именно этим разделом истории. А другие так, между прочим. Женщинами все не так. С женщинами все просто. Так, вот должен быть вот этот абзац в этом учебнике. И вот этот абзац должен рассказать. Все. Шаг лево, шаг право. Это все дисквалификация и исключение от кормушки. И она будет только так, так открыли учебники читаем все. Все сидят читают. А зачем учителя? Я со своими словами написал четыре или три, да? Там не так написано. Да, да. Просто-напросто. Ну, так женщина устроена. Это не хорошо не плохо. это как бы некие тайные пружины, которые приводят механизмы современной жизни. Они настроены на знания нашей внутренней структуры, наших особенностей. Их используется против нас. Точно так же, как, допустим, нельзя вместе обучать мальчиков и девочек. Не взять. от слова «совсем». А если уже, не дай бог, они все-таки в одном классе, то все дети не должны быть. Однозначно поразнь. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Это обязательно условие. Потому что, но лучший вариант все-таки это раздельное обучение. Хотя бы девочки в одном классе, а лучше в отдельной школе. А мальчики в отдельной. И преподаватели мальчиков мальчики мужчины, а у девочек-женщин. Это правило такое. И тогда каждый из них будет двигаться к своей природе. Почему? Потому что есть у нас, кстати, этому будет посвящен следующий семинар «Захвате образа». Мы захватываем образ учителя. Кстати, если я забуду, вы мне напомните про учителя еще немножко сегодня тоже можно сказать. Учителя тоже некие пути. Мы захватываем образ учителя. Как образец. И первые учителя у нас в нашей жизни, кроме родителей, это воспитатели в детском саду и учителя в школе. Мы эти образы захватываем, но отпускать мы эти образы не умеем. И эти образы являются главными поведенческими образцами в нашей жизни. Вот какая училка у нас была. Вот так и мы сидели видят по-женски. Когда женщины ведут себя по-женски, это еще ладно. Но когда мужчины ведут себя по-женски, это нехорошо. Они по-другому не могут. Вот они образцы. Они видят только женщин, которые командуют парнями, мальчиками, мужиками. и девочки видят вот оно какое счастье, она женщина командует мужчинами. И вот эти все взаимоотношения даже переносятся и копируются во всей жизни. И это тоже приносит некие искажения. Так. Да, и насчет стоит или не стоит создавать семью. Еще несколько слов пока. А потом к этому более глубже. Пока идут верхние стороны пока. Вот по поверхности просто некая пена. Но все равно ее нужно обратить для того, чтобы было понятно зачем и почему идти глубже. Стоит ли создавать или не стоит? Ну я всегда приведил пример что народная мудрость. Если хочешь идти быстро иди иди. Если хочешь идти далеко иди вдвоем. В чем тут смысл? Я и женщине вроде бы прожить легче одной. Но женщине допустим легче прожить в меньший отрезок времени. Потому что женщина все равно даже та которая занимается собой вроде бы. Вот цель мужчины и женщины получается ну если мы не будем брать совсем духовное развитие в монастырь. Они сидят там и молятся. Давайте эту тему мы брать не будем пока. А вот в нашей обычной жизни живут мужчина и женщина отдельно. Во-первых теряется смысл зачем. Они живут ради удовольствия. И соответственно вот к этому возрасту уже когда помните у нас в 50 лет душа просыпается и начинает вспоминать зачем она пришла в этот век и выполнить свою задачу. А здесь душа не просыпается. Но вот это томление внутреннее происходит и человек вообще скатушка съезжает то что нужно реализовать он не может потому что все закрыто. А вот это все уже надоело уже присытилось все и происходит разрушение. потому что женщина без любви честно говоря теряет все. Она теряет красоту теряет здоровье теряет внешний вид ну смысл жизни то есть она вообще разрушается. мужчина дольше держаться на плаву есть у него некий стержень который вроде бы что-то его держит но честно говоря я бы всех холостяков особенно убежден пригласил бы квартиру к холостякам которым уже за 60 просто ради интереса. вот пришли бы они в эту квартиру хотя бы на 15 на 5 минут просто я думаю они бы сделали правильное дело ну то есть это берлога чисто люди это берлога не в смысле книжка Анастасии это такая пещера где там может быть какой-то беспорядок нет это вот это яма смусора как жизнь это яма мусорная яма и он живет в этой мусорной яме причем нормально не замечая ничего мужчине комфорт не нужен когда он вот это все вокруг себя превращает в непонятно что хотя вначале видно что он вначале держался был аккуратный но потом опять же когда он выходит на потен когда смысл потеря теряется тоже все ну и самое главное практически выполнить свое предназначение полностью не может никто в одиночку и в этом тоже есть как бы некие особенности почему мы должны быть вместе потому что и мужчин да если так разобраться то даже во всей традиции считается кстати ну считается женщина это материальная насущность это земля мужчина это среди вот если так разобраться то что это это